Здравствуйте, с вами снова Фантом. Сегодня хотел бы показать опыт, демонстрацию макета, который реализует так называемый портальный принцип, который я описываю в своей публикации. Схема установки. Значит, вот этот блок, представляет собой положительный DC-DC, предназначенный для питания от аккумулятора 1,2 вольта, вот этого светодиода на 3,3-3,5 вольта 1 в 1. Значит, в нем стоит ключ, это обычный DC-DC. Дальше, вот эти два ключа, предназначенные для коммутации 12 вольтовой батареи на 1,2 для его подзарядки динамической. Значит, они это делают через диодный мост. Далее, вот этот ключ, вот этот ацерматор и, соответственно, диод и емкость представляют собой систему рекуперации. Сейчас она замкнута, потом мы ее разомкнем. Давайте посмотрим, что у нас творится в системе сейчас. Значит, вот на этом аккумуляторе напряжение оказывает 1,2 вольта. На большом аккумуляторе 12,12. Так, и остаточное на системе питания диода 2,3. Давайте включим драйвер светодиода. Так, включили драйвер светодиода. Он у нас начал работать вот от этого генератора. 40 килогерц и, соответственно, 25 микросекунд длительности. Замечательно начал работать. Значит, что у нас? На светодиоде у нас 3,3 вольта, грубо говоря, и напряжение на аккумуляторе у нас вполне естественно падает. Смотрим. Вот оно снижается, да? Светодиод питается, он кушает где-то 0,3-0,4 А примерно. Ну, понятно, снижается. Так, далее, давайте включим систему подзарядки аккумулятора. Для этого включим питание драйвера. Да, вот эти вот аккумуляторы, они предназначены только для питания драйверов. То есть, к силовой части они отношения не имеют. Так, раз и два. Секунду. Два. Так, сейчас у нас питаются два драйвера. Значит, что мы с вами видим? Мы с вами видим, что этот аккумулятор начал заряжаться. Двенадцать с лишним. Вон он растет. Да? Один и два, в смысле. Этот аккумулятор. Так. А этот, естественно, начал падать. Ну, это понятно. Так. Вот. Значит, вот тут заряда. Так. Теперь мы с вами разблокируем систему рекуперации. И включим драйвер декуперации. Так. Так. Значит, что у нас произошло с вами? Значит, на основной, на большой батареи у нас напряжение более-менее восстановилось. Значит, здесь у нас напряжение такое. И на светодиоде у нас те же самые. Давайте посмотрим динамики, что у нас с вами происходит. Динамики, что у нас с вами происходит. Динамики, что у нас с вами происходит. Как мы с вами видим, напряжение на светодиоде более-менее стабильно. Напряжение на маленьком аккумуляторе у нас 1,157, 1,156 крутится вокруг этого значения. И напряжение на большом аккумуляторе у нас составляет среднее значение A12,07. Ну, так можно крутить достаточно долго. Спасибо за внимание.